ДОЕХАТЬ И НЕ УБИТЬСЯ Хотела как лучше. В опиющий случай в Наринмаре жительница города за свой счет заменила в квартире аварийную систему отопления и попала под суд. Как из-за незнаниях законов не влететь в копеечку? Об этом Валентина Чебичик. И 515 лет главному форпосту. Юбилей на неделе отметил первый город за полярным кругом Пустозерска. Чем сейчас живет в старинное городище, расскажет Екатерина Гончарова. Здравствуйте! Вы смотрите итоговый выпуск новостей на телеканале Севера. О важнейших событиях минувших 7 дней вам расскажут наши корреспонденты и я, Владимир Томилов. Мы достаточно часто обсуждаем в наших эфирах дороги, а вернее то, что имеем вместо них. Отвратительное качество проезжей части, как бельмо на глазу и у водителей, и у пешеходов. Первые сетуют на ямы, лужи, выбои на отсутствие разметки и плохого освещения. Вторые переживают за свою жизнь. Ведь из-за всех вышеперечисленных проблем становится опасно не то, чтобы перейти дорогу, а появляться рядом с ней. Все это портит статистику ДТП. Количество аварий в регионе растет. А с учетом того, что каждый год округ пополняется сотнями новых машин, неизвестно, что будет дальше. Какая она транспортная инфраструктура Наринмара и есть ли она вообще, расскажет Алина Волчейская. Дорога, которая нет. Так в народе называют единственную в Наринмаре транспортную артерию, которая соединяет центр окружной столицы с поселком Искателей. В эфире нашего телеканала выходили и продолжают выходить репортажи об отвратительном качестве дорог. Оправдания дорожников, обещания чиновников. Пока это все, что нам удалось услышать в ответ на вопрос, а будет ли хоть когда-нибудь Наринмаре хоть что-то отдаленное, напоминающее нормальную дорогу. К слову, за последние две недели увеличилось количество аварий. Этот инфоповод мы и решили взять за основу нашего репортажа. И сегодня мы с моим коллегой-телеоператором отправимся по маршруту Наринмар в поселок Искателей, чтобы на собственном опыте испытать все прелести нашей центральной дороги. Поехали! Ямы. Первая и самая наболевшая проблема, которую озвучивают автомобилисты. Отвратительные дороги. Особенно ремонт этого года ямочный, он отвратителен. Все ямы, что были прежде, снова выбило. А так как они дороги ремонтируют, асфальт ложат, яма на яме, который асфальт положили, он через месяц уже его как и нет. Когда ремонтировали, то те же ямы поставали, все-таки повевало, все. В последний раз капитальная реконструкция дорожной сети в городе была проведена почти 10 лет назад. Тогда целиком заменили асфальт. С тех пор лишь сезонные ямочные ремонты. В этом году он еще не закончит, хотя по срокам уже должен был. Чтобы выяснить, почему же дорожники опоздали аж на месяц, мы решили обратиться к начальнику управления строительства ЖКХ и градостроительной деятельности администрации города Наринмара. Но от интервью он отказался, ссылаясь на плохое самочувствие. Мы делаем репортаж по поводу состояния наших дорог наринмарских. И как вы можете вообще в целом прокомментировать, в каком они состоянии и почему не сделали ремонт? У меня сегодня давление, я не готов сегодня. Давайте завтра. Мы созвонили с ним на следующий день, но Александр Васильевич был занят. Тем временем в ДРСУ ссылаются на позднее прибытие в Наринмар необходимых ресурсов, а еще нехватку специалистов. Последние четыре сезона асфальтированием занимались приезжие бригады из южных стран. Сейчас рабочие не приехали. В итоге этим летом дорогу приводили в порядок наши местные кадры, не имея должного опыта. А ведь зачастую водители, пытаясь объехать колдобины, выезжают на встречную полосу и создают тем самым аварийные ситуации. Мы также прокатились по всем ухабам центральной дороги. Каково же было наше удивление, когда яму мы обнаружили даже на участке с полностью обновленным дорожным полотном. Далеко ехать не пришлось. Вот этот участок дороги в центре города отремонтировали буквально на прошлой неделе. Тогда дорожники полностью заменили полотно на дороге. Спустя несколько дней после первого дождя все их старания растворились. Сейчас мы лично в этом увидимся. Вот видите? А ведь тогда, неделю назад, мы общались с мастером этого участка. Он заверил, как минимум сезон новое дорожное полотно останется новым. Сезон у нас нынче неделя. А вот этот асфальт, он долго прослужит? И ямы будут на нем появляться при первом дожде? Ну, при первом дожде не будет яма появляться. Но он прослужит. Ну, сезон точно прослужит. А там видно будет уже как. Дыру на новом участке в тот же день дорожники залатали. Впрочем, опять тем же сжженным асфальтом. Бесконечную заливку ям на дорогах можно назвать не иначе, как мартышкин труд. Истинную причину плохого качества асфальтовой смеси никто не называет. Можно лишь предположить, что на асфальтовом заводе ее не варят, как должны, а пережигают. Результат налицо. После первых осадков новое дорожное покрытие начинает крошиться. Вот участок дороги на факеле. Здесь целый ряд ухабов и выбоин. А между тем, руководство Доримстроя все ждет благоприятной погоды для ямочного ремонта. Пока никаких не уйдется в работу. Так что, пока мне нечего вам сказать. На следующей неделе погода позволит. Будем ямки заделывать. Еще одна причина аварийности на дорогах, отсутствие на них дорожной разметки. Улица Первомайская. Здесь разметки нет вовсе. Вот это единственное место, где хоть какое-то подобие есть. За этот участок дороги отвечает КБ и БО. За лето предприятие должно было аж трижды обновить дорожную разметку. Вместо положенных в трех раз сплошные и прерывистые нанесли всего один. Нам стало известно, что за нарушение нормативов ГИБДД по Ненинскому округу муниципальному унитарному предприятию КБ и БО вынесло административное наказание в виде штрафа в размере 300 тысяч рублей. Впрочем, сами сотрудники комбината по благоустройству и бытовому обслуживанию с решением дорожной инспекции не согласны и хотят обжаловать постановление. Мы попытались узнать почему, но встретиться с руководством нам не удалось. Директор готовил доклад и от интервью отказался. Готовьтесь, как и будет. Не можно это принять? Да, он доклад готовил. На следующий день мы вновь попытались связаться с руководителем КБ и БО, но трубку в приемной никто не поднял. Еще один вопрос, который заинтересовал не только нас, но и, пожалуй, всех автомобилистов, почему в час пик, утром, в обед и вечером, когда люди спешат на работу или домой, по центральной дороге еле плетется тихоходная техника, за которой тянется вереница автомобилей. В больших городах все работы по ремонту, благоустройству и очистке автомобильных дорог проводятся либо поздним вечером, либо ночью. С этим вопросом мы вновь обратились к директору Дориемстроя. Руководитель дорожного предприятия опять немногословен. По федералке наши ездят. А нельзя, например, сделать так, чтобы они убирали ночью, потому что людям создают пробки? Ночью можно, но плохо видно. Считаю, что неоправданно. Смысла нет никакого. Люди как ставили машину, так и ставят. Единственное, что будут сейчас все в одну сторону стоять. Этот мужчина рассказывает о недавних дорожных нововведениях в нашем городе. Зачем движение по улице Пырерка и Ненинская сделали односторонним? Вопрос интересует наринмарских водителей. Стало интересно и нам, для чего же нарушили привычную транспортную схему. Оказывается, это сделали по многочисленным просьбам самих же автомобилистов. Один из немногих, кто пошел нам навстречу и дал исчерпывающее объяснение, старший госинспектор ГИБДД Александр Павлинов. Когда было двухсторонное движение на данных участках автомобильных дорог, у нас получалась такая ситуация, что было конфликтные точки в плане каком, что людям приходилось въезжать на полосу встречного движения, и получалось как-то на то, что люди едут друг к другу навстречу. То есть некогда было, нет места для маневров транспортного средства. В связи с этим, нами было принято решение, вынесено предложение проектной организации о том, чтобы предусмотреть на данных улицах одностороннее движение, с целью убрать вот эти вот конфликтные точки. Потому что также был такой вопрос, что если по улице Пырелково мы неоднократно, просьба граждан разобраться с ситуацией некуда поставить, в то же время никак не проехать. Когда мы приняли такое решение, и это было внедрено в жизнь, то в принципе от людей заявление как-то кылых не поступает. Я думаю, потому что неудобства здесь никакого большого нет, и можно заехать спокойно с параллельных улиц, и много людей не затрачивается времени. Я так считаю, что наоборот, даже у людей затрачивается меньше времени для того, чтобы проехать, чем когда им приходилось разъезжаться с, так сказать, вовред своей нервной системы, так скажем, где может быть как-то неправильного выражения, потому что люди действительно проезжают спокойно, не надо ругаться, ждать, когда кто-то за кого-то пропустит. Вот с этим, в связи с этим, нами было проектное решение по одностороннему движению. Отсюда напрашивается вывод, для снижения аварийности в нашем городе хоть что-то наделается. И это не может не радовать. Какие проблемы? Сами дороги у нас, они есть проблемы. Нормальный полный ремонт, а не за латание дыр, все, без вопросов. Хорошо, и как считаете, почему наши дорожники так плохо ремонтируют? Или финансирование, или руки не совместно растут, я не знаю. Так почему же в столице нефтяного региона, региона, в котором расходная часть бюджета составляет больше 16 миллиардов рублей, не могут сделать элементарного качественного ремонта одной единственной дороги? Вопрос этот, пожалуй, риторический. Один сатирик сказал, в России главная беда не дураки и дороги, а те, кто тратит деньги на обучение первых и ремонт вторых. И он отчасти прав. Только вот страдают от этого не первые, не вторые, а водители и пешеходы. Аварийность в Ненинском округе уже второй год стабильно держится на одном уровне. По последним данным, за 2014 год количество аварий увеличилось. За 9 небольших месяцев произошло 38 ДТП. Погибло 2 человека, пострадало 42. Виноватых сейчас искать нет смысла, но сделать все необходимое для снижения аварийности – прямая обязанность дорожников. Я думаю, что надо просто выполнять свою работу. Надо привезти разметки на дорогах, знаки в соответствии, сделать освещенность, желательно лучше, чтобы было на пешеходных переходах. Так как у нас люди сейчас стараются все-таки припереть пешеходных. Я говорю, чтобы каждый выполнил свою работу. Плохое освещение на дорогах – это проблема, одна из главных причин аварийности. В условиях плохой видимости от трагедии не застрахован ни водитель, ни пешеход. В заключение нашего путешествия по Наринмарской горе дороги мы решили проехать из Искателей в город. Освещение на центральной дороге работало практически везде. В темноте стояли только улицы Первомайская, Полярная, некоторые пешеходные переходы и весь район старого аэропорта. Пока мы готовили наш репортаж, освещение на центральных улицах города заработало, и найти неосвещенный пешеходный переход стало крайне сложно. Нам удалось это сделать, мы свернули с главной дороги и обнаружили несколько неосвещенных пешеходных переходов. И переходя дорогу на таком участке, никто не может быть застрахован от трагедии. А ведь если бы все пешеходные переходы были освещены так, как этот, трагедию удалось бы избежать. Впрочем, если бы все те, кто отвечает за состояние и содержание дорог, делали свою работу добросовестно, удалось бы, наверное, не только снизить аварийность в нашем регионе, но и построить, наконец, качественную дорогу. Сами ведь вы тоже по этой дороге ездите. Алина Волучейская, Александр Дуркин, Вадим Стасюк, телеканал «Север», программа «Итоги недели». После передачи полномочий от Архангельской области в Ненинский округ, который произойдет 1 января 2015 года, окружные власти обещают полностью отремонтировать городские дороги и продолжить строительство трассы на Усенск. Хочется уверить, что уже совсем скоро сюжеты о безобразных дорогах перестанут появляться в наших эфирах. Другим темам. В прошлой программе мы показывали сюжет об одном из рейдов по Печори, в котором сотрудники пограничного управления ФСБ искали браконьеров. Тогда им удалось изъять около 30 килограммов ценных пород рыб. Весь улов был уничтожен. Мы задумались, зачем сжигать съемку, которую можно поставлять на столы социальных учреждений, таких как детский дом или дом для престарелых и инвалидов, ну или в конце концов пустить ее на реализацию. С учетом стоимости местной съемки на Наринмарском рынке получается, что в огонь уходит сотни тысяч рублей. Есть и СЭС, которая может проверить качество рыбы, есть и места, куда ее можно поставлять. Так почему же вместо того, чтобы рыбу есть, ее приходится сжечь? Все оказалось более чем банально. Закерваффин продолжит. Ни для кого не секрет, что ценные породы рыб, изымаемые из бесхозных сетей, рыбинспекцией и отделом пограничного управления ФСБ, затем сжигаются. За лето это не десятки килограмм. Счет идет на сотни. Есть ли путь конфискованной рыбе попасть на стол в детские учреждения? И почему люди идут на нарушение закона, рискуя быть пойманными? Зарод, скажите, почему вы занимаетесь вот этим? Арканельство? Да. Ну, зарплата маленькая, семью накормить. Вот приходится выезжать, ловить рыбу. После этого, что, я ее часть себе, часть друзьям, там, через друзей продаю ее, чтобы на топливо хватало, там, ну, туда-туда и туда. Людей на данную меру толкает необходимость в деньгах. И для кого-то выходом становится незаконный вылов рыбы. Браконьеры рассказали, как работает эффект сарафанового радио. Когда сотрудники ФСБ покидают причал, рыбаки запускают цепочку звонков, предупреждая друг друга о передвижении инспекции. Снимается как можно больше снастей. Добыча прячется, а сами уходят на берег. Те, кто остался на воде, предпочитают незаметно утопить свою добычу, заметив лодки и инспекторов. Такой сценарий продолжается в нашем округе не один год. Просто, что вы нас не понимаете. Рейд одного дня показал малую часть тех масштабов урона природе. Сколько ценных пород утоплено на дне и оставлено гнить в сетях неизвестно. Еще только сжигаемость омги ошеломляет. Встает логичный вопрос, почему пойманную рыбу уничтожают, а не отдают в детский дом, столовые или иные организации. Выяснить, кто в округе может проверить дары наших рек и выдать справку об их качестве, мы обратились в Санэпидемстанцию. Рыба все же это продукт животного происхождения, будем говорить. То есть и сырой продукт, в первую очередь, я считаю, что это функция экспертизы, это функция ветеринарного надзора, ветеринарной службы. Потому что вся продукция, которая ввозится, поступает сырая продукция, мясо, рыба, она должна проходить через их экспертизу. Для признания рыбы пригодной в пищу, она должна пройти ветеринарную экспертизу. Есть ли в округе специалисты, которые могут это сделать быстро и качественно. Свежая рыба в уличных условиях храниться долго не может. Именно те исследования, которые необходимо провести для признания рыбы доброкачественной, они у нас вполне выполнимы, реально в наших условиях. У нас ветеринарные специалисты проводят, еще раз повторю, ветеринарную экспертизу. Если органолептическая оценка вызывает сомнения, они нам привозят для проведения биохимического анализа, бактериологического анализа. Сотрудники ветеринарной службы на месте могут определить качество сомги по органолептическим показателям. Это цвет, запах, форма рыбы, состояние жабр, глаз. Список параметров обширен. Зачастую рейд изымает незаконный улов далеко от Наринмара. У нас жилов рыбы промышленной в основном осуществляется в поселках, например, Андик, там рыболовические, Великовисочная, Лабожская. У нас тоже на местах есть ветеринарные специалисты, которые умеют проводить ветеринарно-санитарную экспертизу. Сотрудники ветеринарей поясняют, что свежевыловленная и свежезамороженная рыба должны иметь хорошие показатели, которые специалист может оценить без проблем и выписать ветеринарную справку. Как видно, вопрос экспертизы решаем, и даже за городом есть полномочный человек. Рыба, которую обратно в реку не выпустишь, а служба готова провести все необходимые процедуры и выдать справки для дальнейшего прохождения продукта на стол детям, сталкиваться с непреодолимым препятствием. Безвозмездные изъятые водные биоресурсы подлежат возвращению в естественную среду обитания, если их физическое состояние не позволяет их возвратить в естественную среду обитания. И они подлежат незамедлительному уничтожению в порядке определенном постановлении номер 367 31 мая 2007 года о мерах по реализации статьи 54-го федерального закона о рыбоводстве и сохранении водных биоресурсов. Браконьеров из года в год не становится меньше, а наоборот их количество растет. Ведь цена одного килограмма красной рыбы более 500 рублей. К примеру, отдать деликатес в детский дом для сирот не представляется возможным. Всего пару страниц отделяют уже пойманную семгу от столовых детских учреждений. Добрые побуждения разбиваются о постановлении правительства, принятого 5 лет назад. Понятно, что федеральный закон – серьезный документ, и в разрез ему не пойдешь. Но поправки внести можно всегда. Так что осмелится предложить свой вариант поправки в неудобный закон. Закир Вафин, Александр Дуркин, Дмитрий Лукевич, Телеканал Север. Программа «Итоги недели». Добрые соседские отношения – залог спокойной и размеренной жизни. Народная мудрость, подкрепленная миллионами фактов. Одолжить соль, зайти на чай или вместе выйти на субботник в солнечный и теплый день. Но бывают случаи, когда соседи становятся смертельными врагами. Удивительно, но именно такой случай произошел в нашем спокойном Наринмаре, где друг друга знает каждый. Все началось в прошлом году, когда горожанка решила заменить в своей квартире аварийные трубы, самостоятельные за свой счет. Старые давно проржавели и угрожали соседям снизу потопом. Но героиня следующего сюжета не учла одну маленькую, но существенную деталь. Оказывается, чтобы в собственной квартире сделать ремонт, нужно пройти тысячи согласований и получить столько же разрешений. А тут еще и соседка, которая не применула воспользоваться незнанием законов женщины и подала в суд по, казалось бы, абсурдному обвинению. Что из этого вышло, расскажет Валентина Чебичик. Ремонт в доме не всегда приносит радость. В этом убедилась героиня нашего сюжета. Не зная правил капитального ремонта в многоквартирном доме, она поменяла систему отопления и попала под суд. Однако, обо всем по порядку. В ноябре 2013 года Наталья Артеева наконец-то сменила старый радиатор на новый. Протекающие трубы уже не радовали хозяйку квартиры, как и многих жильцов дома по улице Ленина. У меня батареи, все эти три были везде свищи, везде. С соседкой у нас возникло, несколько раз я обращалась к ней. Для начала Наталья обратилась к соседям этажами ниже, но менять трубы за свой счет они отказались. Хотя, согласно жилищному кодексу, жители многоквартирных домов обязаны сами содержать принадлежащее им имущество. Значит, я решила, несколько раз подходила на третий этаж, на четвертый этаж, говорю, давай ситуацию решим все-таки. Если у меня батарея обращалась, я, ну, конечно, единственная моя была вина в том, что я не обращалась письменно в управляющую компанию. Это моя была вина, понимаете, за что уже год у нас идет война, понимаете. Наталья решила действовать одна, купила необходимое оборудование, наняла рабочих и избавилась от аварийного радиатора. У соседки этажом ниже спросила разрешение в ее квартире соединить транзитный трубопровод, так называемый стояк. Женщина дала согласие, но, видимо, об этом забыла. Спустя некоторое время Наталья Павловна получила иск в суд от своей соседки. В исковом заявлении она написала, что все работы в ее квартире были проведены без согласия. На вопрос, почему вы так поступили, истец отвечать не стала. К такому повороту дел Наталья была не готова и тем более не ожидала, что благое дело может обернуться настоящим ЧП. Я сделала ремонт, я к ней обращалась несколько раз. Я говорю, давай сделаем стояки, чтобы управляющая компания. Хотели управляющую компанию, они сказали, что мы бесплатно сейчас ничего не делаем. Сейчас все платно. Я говорю, хорошо, если вы такая бедная, давай я вам трубы эти куплю, все поменяю. Я поменяла, сейчас был суд, решение суда. 35 тысяч мне штраф был, что я поменяла стояки. Но я-то ведь предотвратила эту беду-то, понимаете, чтобы не завить до первого. Как оказалось, отремонтировать систему отопления за свой счет недостаточно. Для этого необходимо разрешение управляющей организации. Именно она занимается содержанием дома и несет ответственность за его состояние. И в первую очередь все вопросы по ремонту нужно согласовывать с ней. Вообще нас не предупредили, не поставили в известность. Сначала пишется заявление о том, чтобы с просьбой поменять трубы. А мы обычно согласие отдаем, если, понимаете, результат. Если с первого по пятый этаж трубы в одинаковом состоянии. Ну, неважном, да, в таком, скажем, состоянии. В неудовлетворительном. То надо менять, значит, с первого по пятый этаж, а не на пятом этаже каком-то менять. Ну, вот мы согласие отдаем, чтобы люди как бы между собой договорились. Но как быть, если соседи отказываются реагировать на протекающий день от дня трубы, а управляющая компания не реагирует на жалобы? Для Натальи осталось непонятным. По решению суда она должна привезти отопительную систему в прежнее состояние и выплатить сумму причиненного ущерба. Управляющая компания оценила его в 30 тысяч рублей. Покупка нового радиатора стоила порядка 25 тысяч. Столько же придется отдать, чтобы вернуть систему в исходное состояние. По делу проводилось два судебных заседания, предварительное и основное. В каждом из них присутствовали ответчики. Им была вручена копия искового заявления с приложенными документами. В обоих судебных заседаниях они с исковыми требованиями согласились. Признали, что действительно провели без согласования с хозяйкой квартиры и с управляющей компанией замену труб. Ответчики написали соответствующее заявление о том, что они с данными требованиями согласны, признаются и обязались устранить допущенное нарушение. Суд на основании статьи 173 ГПК, позволяющий принять решение на основании заявления ответчикам и по имеющимся в деле материалам, вынес решение о удовлетворении требований истца Панкратовой. Исполнять решение суда ответчица будет уже вместе с управляющей компанией. Как убедилась Наталья, без ее ведома даже полезное дело может стать злоключением. То есть для капитального ремонта общего имущества у нас в соответствии с жилищим кодексом необходимо получить согласие не менее 2-3 голосов собственника помещения на городском доме. То есть вот здесь лучше всего самое первое действие – это обратиться в управляющую компанию, чтобы согласовать это действие. Там есть юристы, там есть инженера, которые подскажут, как правильно действовать в данном конкретном ситуации. И этот участок уже, система отопления, он является общим имуществом. Замена такого участка, она производится, во-первых, лицом, который отвечает за содержание дома. Это управляющая организация. То есть она сама не может его трогать. Она, если что-то повредит где-то, может причинить ущерб соседям. И за такие самовольные действия уже понесет гражданская правоответственность. Вот только кто из нас задумывается о юридических проволочках, когда собирается делать ремонт. Желание нашей героини предотвратить коммунальную катастрофу в итоге обернулось против нее. Обидно до слез, говорит Наталья. Жалко не столько потраченных денег, сколько потраченных нервов. В итоге запредельное давление и раненое сердце. Незнание закона не освобождает от ответственности. Известная поговорка актуальна во всех сферах жизни, в том числе и в коммунальной. Однако добрые соседские отношения еще никто не отменял. Будь то многоэтажка в большом городе или дома в небольшой деревне. Валентина Чебичек, Вадим Носкин, Сергей Качегов и Николай Таратин. Телеканал «Север». Программа «Итоги недели». Мы прекрасно понимаем, на чьей стороне в этой истории закон, но остаются моральные принципы. Мы предлагали соседке, подавшей в суд, высказать свою точку зрения, но она отказалась, ссылаясь на отсутствие в городе ее адвоката. Кстати, теперь она планирует подать в суд и на нас, мол, мы тоже вломили свою квартиру. Бред да и только. Пожелание обогатиться за счет добрых намерений тех, кто тебя окружает, ниже всякой грязи. Еще хочется, чтобы беда Натальи стала примером для всех жителей города. Прежде чем что-то делать в своей квартире, лучше подстрахуйтесь и соберите все необходимые разрешения. Ну а Наталье хочется пожелать скорейшего выздоровления. И может найдется в нашем округе кто-то из властимущих, которые помогут ей выйти из этой истории с минимальным ущербом. Что еще интересного произошло на этой неделе, узнаете из нашего дайджеста. В среду в Ниндзском округе произошло авиационное ЧП. Около 12 часов в поселке Шой на самолет Ан-2 при взлете выкатился на край взлетно-посадочной полосы. Из-за происшествия регулярный рейс Шой на Архангельск пришлось отменить. Воздушное судно принадлежит 2-му Архангельскому объединенному авиаотряду. На его борту находилось 10 человек, в том числе 2 члена экипажа. Трое пострадали. Самолет получил незначительные повреждения. Причина инцидента пока выясняется. По предварительной версии ЧП произошло из-за неблагоприятных метеоусловий. В этом году в Ниндзском округе состоялось подписание соглашения о сотрудничестве при реализации инвестиционных проектов между Росморпортом и администрацией Ниндзского округа. Цель соглашения – создание универсальных и специализированных перегрузочных комплексов в морском порту Индига и реконструкция морского порта в Наринмаре. К словам главы региона Игоря Кошина, порт может стать альтернативной возможностью для соединения северного морского пути с транспортным коридором «Восток-Запад». Кроме того, он соединит Ниндзский округ с транспортной сетью России. Наринмаре на неделе вспоминали выдающегося политика и общественного деятеля, ушедшего из жизни два года назад Леонида Саблина. В его память на здание бывшей администрации Печорского рыбокомбината установили мемориальную доску. В торжественной церемонии приняли участие бывшие коллеги, родные, друзья и те, кто помнит о его деятельности. ОМВД России по Ниндзскому округу сообщает о мошенничестве в сети интернет. В полицию обратилась жительница Наринмара, которая пыталась купить в одном из сообществ популярной социальной сети меховое изделие. Она вступила в переписку с контактным лицом, узнала подробную информацию о стоимости, о плате и доставке в Ниндзский округ. Решив приобрести товар, девушка перевела 36 тысяч рублей на счет, указанный консультантом. Спустя некоторое время при повторном посещении группы в соцсети оказалось, что она удалена из данного сообщества, а консультант ограничила доступ к своей странице. Жители Ниндзского округа, Москвы и Чукотки реже всех допускают посроченные задолженности по кредитам среди других регионов страны. Таковы результаты исследований аналитиков Объединенного кредитного пюро. По его данным, лишь 9,4% жителей нашего региона вовремя не оплатили кредит. Самыми дисциплинированными заемщиками оказались граждане от 60 лет. Большая доля неплатежей у молодежи почти 23%. На лыжеролерной трассе старта прошла акция «Кросснации». Уже седьмой год подряд Ниндзский округ становится участником одного из самых масштабных всероссийских соревнований. Все желающие от мала до велика смогли попробовать свои силы в преодолении дистанции. Принять участие в соревнованиях мог любой желающий, возрастных ограничений не было. Каждым годом количество участников увеличивается. В этом году на линию старта встали 180 участников. В четверг исполнилось 75 лет герою Советского Союза, герою России, главному полярнику страны Артуру Челенгарову. Его судьба связана с Ниндзским округом, с прошлым, настоящим и будущим Заполярного региона. Символичным подарком к юбилею героя от Ниндзского автономного округа стал первый экземпляр книги «Время Че», которую вручил Артуру Николаевичу губернатор Игорь Кошин. Эта книга является фото и документальной летописью жизни всем известного российского полярника. Сделать квалифицированную медпомощь доступной для всего округа. В детской поликлинике для главврачей Бугрино, Несей и Каратайки провели обучающий семинар по использованию специализированного медицинского оборудования. В эти населенные пункты отправят аппараты для выявления сердечно-сосудистых заболеваний. Оснащение сельских амбулаторий новым оборудованием проходит в рамках сотрудничества с норвежскими медиками. Александр Бобрякович продолжит. Вовремя распознать болезнь в отдаленных населенных пунктах – это самое главное. Ведь без точного диагноза невозможно назначить правильное лечение. В деревнях все осложняется – либо нехватка специалистов, либо оборудования. Яркий пример – слаженная работа врачей окружной больницы и сельских медиков – Каратайская амбулатория. В медучреждении уже имеется эльтракардиограф – аппарат, позволяющий снять и расшифровать кардиограмму. Благодаря специализированной технике фельдшеры не раз спасали жизнь сердечником прямо на месте. Мы уже сейчас работали. И, в общем-то, было несколько пациентов, которым оказалась экстренная помощь. То есть вывезли одного пациента с острым инфарктом миокарда, с нарушением сердечного ритма. То есть оказали помощь на месте, правда, слава богу. То есть не надо было вывозить. Кардиолог дал очень хорошую консультацию, и там все получилось на месте. Теперь специализированное медоборудование появится в Бугрино и НИСИ. Также в село отправят лабораторный экспресс-анализатор, который измеряет показатели свертываемости крови. Результаты обследования помогут выявлять серьезные заболевания сердечно-сосудистой системы. Все клинико-диагностические данные, полученные с помощью этого оборудования, будут передаваться врачам окружной больницы. И уже в совместной работе врачи сел и окружной больницы будут ставить диагноз. Приборы простейшие в работе. Экспресс-анализатор используется порой. Я знаю, что в больших городах его стали приобретать и домой. И никаких проблем по использованию его в районах этого не будет, потому что меню интуитивно понятно. И в принципе те показания, которые они будут измерять, будут передавать в окружную больницу. Передача оборудования на село проходит в рамках проекта «Качественное улучшение медобслуживания коренного населения НАО». Его участники – Министерство здравоохранения Норвегии, Норвежский центр телемедицины, Управление здравоохранения Ненецкого округа и медицинские учреждения нашего региона. Сотрудничество с медиками Норвегии округ ведет уже два года. Суть проекта заключается не просто в передаче какого-то оборудования, а суть проекта кроется в том, что мы обмениваемся своим опытом. Телемедицина как система оказания медицинской помощи, конечно, существует на территории всей Российской Федерации. Но немногие регионы могут похвастаться таким охватом. В перспективе в рамках проекта оснащение портативным медоборудованием еще трех населенных пунктов. Александр Бабрикович, Алина Ваучейская, Дмитрий Лукевич, телеканал «Север», программа «Итоги недели». Семинар для некоммерческих организаций Ненецкого округа прошел на неделе в Центральной библиотеке имени Печкова. Главный вопрос на повестке дня 44-й федеральный закон о контрактной системе в сфере закупок. Руководители НКО научили, как правильно им пользоваться. Лекции слушал и наш корреспондент Сергей Журавлев. Сегодня в округе работает 168 некоммерческих организаций. Их деятельность разноплановая. Социальное проектирование и работа в области молодежной политики, образования и спорта. Проводит семинар профессор кафедры экономики Санкт-Петербургского государственного аграрного университета Олег Чекмарев. Он рассказывает об особенностях государственных закупок. Закупками занимаюсь около трех лет. Читал я свои лекции по ФЗР-94. Сейчас новый закон вышел с января того года. 44-й закон действительно сильно поменял ситуацию в области госзакупок. Сейчас мы активно занимаемся продвижением знаний в области этого закона. Среди Ленинградской области, Санкт-Петербурга. И, соответственно, меня пригласили сюда. Такие семинары в нашем округе проводятся регулярно. Они дают руководителям НКО бесценные знания. Ведь у некоммерческих организаций существует ряд проблем. Одна из них – нестабильное финансирование. Как раз решить проблему стабильного финансирования некоммерческим организациям надо понимать, где искать источники финансирования своей деятельности. Вступивший с 1 января в федеральный закон как раз позволяет диверсифицировать им свою деятельность за счет получения дополнительных источников путем участия в 44-м федеральном законе, то есть участия в закупках. Все проблемы, о которых говорят руководители – это отсутствие помещений и проектов в решении социальных проблем. Очень важная проблема на сегодняшний день в отсутствии помещений для некоммерческих организаций. Каждый вынужден выживать как может, ютиться где придется, но это очень серьезная проблема. Несмотря на проблемы, руководители уверены, что их организации востребованы и будут пользоваться успехом среди населения. Ведь практически все они направлены на развитие гражданского общества и улучшение качества жизни в округе, что сейчас актуально. Сергей Журавлев, Дмитрий Лукевич, телеканал «Север», программа «Итоги недели». 515 лет исполнилось первому русскому городу за полярным кругом Пустозерску. Он был одним из главных форпостов России в освоении Севера и Сибири. С XVIII века населенный пункт постепенно терял свое значение. Позже утратил статус города, а в 1962 году был окончательно покинут жителями. Несмотря на это, уроженцы и их родственники продолжают навещать Пустозерск. Екатерина Гончарова побывала на юбилей и узнала, чем сейчас живет старинное городище. 515 день рождения для Пустозерска стал знаковым. На территорию городища съехались все неравнодушные к этому празднику. Здесь на земле с многовековой историей вспомнили разные периоды из жизни Пустозерска. Его расцвет, мирную жизнь и военное время. В преддверии юбилея победы в Великой Отечественной открыли обелиск участникам и погибшим в войне пустозерцам. Одни сгорели в пекле войны в первые дни и месяцы ее. Другие после ранений госпиталей снова возвращались на фронт. Но до конца войны не дотянули. Третьим повезло. Они не только завершили освобождение от врага родной советской земли, но и принесли свободу народам Европы. На войну из Пустозерска ушли 39 жителей, разные по возрасту и семейному положению. Долгое время их имена можно было найти только в архивах и немногих книгах. Сегодня они увековечены на камне. Чтобы здесь появился памятник, пришлось потрудиться не только музейщикам, но и родственникам фронтовиков. Прокуратуру ходили здесь. С Архангельска был министр культуры. Он все дал добро поставить. Мы здесь добились, чтобы действительно здесь был памятник. Потому что место очень хорошее, его не топит. А вот если бы поставили там, где стоит сейчас часовня, ее топит и все. На открытие обелиска приехали из Наринмара, Устья, Тельвиски и даже других регионов страны. С каждым годом собрать уроженцев Пустозерска и их родственников все сложнее. Потомки уроженцев Пустозерска разбросаны по всей стране. Много их в Наринмаре. Конечно, всех мы собрать не успеваем, не можем. Но каждый год Пустозерский музей проводит встречи. Пустозер, как правило, это происходит на 9 мая, как правило, это происходит на день рождения музея. Для гостей праздника провели небольшую экскурсию по городищу. Отдельный пункт в программе – осмотр раскопа. Здесь на протяжении месяца работали московские археологи. На Богородичном мысу раскопки проводят уже второй год подряд. По сравнению с 2013-м количество находок увеличилось втрое. Более 200 предметов старины. То есть элементы культа и, скажем так, изделия из, во-первых, более высокого качества, во-вторых, из более, скажем так, ценных материалов. Это и медные деньги, и серебряные деньги. Несколько чешуек датировками, начиная от великого князя Ивана III, то есть по указу которого был, собственно, зарублен Пустозерск. Увидеть находки в музее можно будет не раньше, чем через год. Прежде все предметы подробно изучат. В ближайшее время археологи закончат рекультивацию местности, то есть полностью восстановят территорию после раскопок. Уложат дерн и обновят травяной покров для того, чтобы не происходило эрозии почвы. Екатерина Гончарова, Александр Дуркин, Роман Делимарский, Дмитрий Лукевич, Владислав Носкин. Телеканал «Север» – программа «Итоги недели». Такова была эта неделя. Какая будет следующая, узнаете из наших выпусков новостей. Я же с вами прощаюсь. Всего вам доброго и до встречи на Север. Субтитры подогнал «Симон»! 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 Субтитры подогнал «Симон»!